всем привет сразу хочу сказать спасибо всем тем кто пишет комментарии чем дальше тем интереснее эта история я имею до комментарии потому что читаю и нарадоваться не могу очень интересно прямо погружаюсь свою юность когда мы часами могли с друзьями ходить по улице пить вино сухое и говорить о пластинках о музыке кому что нравится кто как играет где что происходит что вышло что выйдет что мы давно забыли и вспомнили и кто круче битлз или rolling stones вот такие разговоры милые сердцу каждого любителя современной музыки под названием рок условно в кавычках но вот то же самое происходит сейчас со мной когда я читаю комментарии прямо окунаюсь в детство окунаюсь в юность окунаюсь в зрелость в которой я до сих пор еще и пребываю ничего не изменилось но у музыки нет возраста да как я много раз уже говорил однако вместе с тем каждая пластинка из 60-х 70-х возвращает нас в те самые годы в нашу юность наше детство при этом возраста у музыки нет я еще раз это подчеркиваю я с таким же удовольствием и совершенно с теми же эмоциями слушаю музыку 60-х и музыку двухтысячных 2010-х и 2020-х то есть на эмоциональном уровне на уровне сознания и души не повесь этого слова воздействие ровно такое же точно оказывают эти сочетания нот эти звуки эти тембры абсолютно разные и разное соответственно оказывают воздействие но при этом все равно когда держишь руках пластинку там 71 года издания вспоминаешь сразу 71 год до несколько было лет там не не сосчитать 71 11 нормально ну и начало семидесятых это конечно наше детство наше ваше я не знаю когда ваше детство началось наверно с первым альбомом нирваны или там чего-нибудь еще но это неважно ну 70-е годы до 71 70 это что the people in rock вот это все вот это все hard rock это разгул hard rock а вообще начало семидесятых это такой фундамент на котором весь тяжелый рок вырос и до сих пор еще растет в разных формах форме металла там форме дума дэта трэша и и и прочих сложных для меня вещей я не знаю я не могу разделять вот эти все стили я слушаю несколько любимых групп тяжелых я уже называл сто раз их имена и в роликах они есть те группы которые мне нравятся условно говоря современные с тяжелой музыки но hard rock семидесятых это же мы все конечно любим помним уважаемый вот запилен и юрая хип дипе пол те же самые до black sabbath и прочее 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 ну и такие вещи как омега например венгерская да такие вещи как сам манфред мансер бэнд это все оттуда оттуда и в том числе вот такая пластиночка у меня есть айриш кофе называется она мне в комментариях про нее писали спрашивали не покажете ли вы айриш кофе не поговорите ли вы праве в кофе у меня есть пластинка да правда переиздание потому что оригинал стоит невероятных денег каких-то и найти его хорошем состоянии достаточно сложно переиздание тоже идите найдите где-нибудь переиздание выходят небольшими тиражами и как правило они в течение года-двух расходятся так что вот а лишь кофе что я могу сказать про эту группу это квинтэссенция извините за такое слово hard rock начала 70-х годов это просто вот все 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 что есть в этом самом направлении музыки она все здесь сублимирована и настолько это хорошо для тех людей которые были молодыми в начале 70-х годов что ну вот лучше не придумаешь казалось бы потому что большинство тех кто слушали рок-музыку все-таки так или иначе играли на гитарах пытались что-то сделать похожее играли в школьных ансамблях а здесь для школьного ансамбля ну просто кладись кладись хотя ни один школьный ансамбль так не сыграет круто как музыкант ариш кофе но гармонии мелодии которые тоже хрен споешь потому что спета здесь фантастически я к этому перейду уильям суфро вокалист и гитарист этой группы он обладает голосом который местами мне напоминает роджера чапмана из группы family то есть одного из самых ярких вокалистов британского рока самых кто бы что ни говорил с роджером чапманом не сравнится вообще никто в принципе уникальнейший тембр это ядерная просто это какая-то такая платиновая глотка но никто так не пойдет если никто вообще никто в принципе никто а я сказал что не не самый а один из самых ярких потому что яркие еще есть вокалисты вот один из них это роджер чапман и уильям суфро кстати говоря бельгийский певец бельгийский музыкант который реанимировал реанимировал группа ариш кофе в принципе один альбом группа выпустила в 71 году потом была очереда проблем разнообразных и огромная пауза огромные сколько три десятилетия почти но уильям суфро реанимировал этот бэнд и сейчас уже по моему дискография 5 альбомов насчитывается лишь кофе но новые вот новую инкарнацию я не слышал честно говоря я говорю только о первые и главные пластинки ариш кофе она хороша по всем статьям можно сказать что она идеальна это идеальный хард-рок альбом семьи с первого года он мелодичен он громок он наполнен электрогитары перегружены наполнен хам антарганом ударными басом прекрасно все играют все слышно все здорово песни мелодичные запоминающиеся спета как я уже говорил уильям суфро фантастически и почему я загрел о школьных ансамблях потому что при том что очень хорошие голосовые мелодии очень хорошо все сыграно но гармонии сами по себе они такие ну помните омегу там 10 тысяч лепестков вот что-то такое в этом роде или там самые простые песни юра и хип по гармонии меду то есть там песня например на второй стороне этой like today который длится 7 минут она начинается в двух аккордах медленно потом расходится примерно по по настроению как child in time the people до с медленных этих двух аккордов расходится уходит в три аккорда нисходящих и на этих нисходящих трех аккордах уже истерика голоса бешеная гитарная соло как мы любим и вот эти вот три аккорда школьный ансамбль будет снимать до потери сознания но все равно так не сыграет не споет но это просто вот классика для юных ушей молодых которые любят любят хард-рок и вот там ритм гитара очень четко читается там ты дадут а дадут а дадут а дадут а дадут а дадут а дадут и там соло бокал все дела просто просто красота просто разлюли малина такая хард-рока в хорошем смысле я не иронизирую совершенно это просто наслаждение для тех кто любит это дело все семьдесят первый год тяжелый рок в этом лучше не придумаешь лучше не придумаешь а ему вас тут последняя песня она достаточно странная она построена на ритме буги вся но при этом она медленная при этом она медленно сверху акустическая гитара и вокал с мелодичный такой линии очень хороший но это я заехал уже вперед а группа образовалась в городе алст бельгийском и играл невероятное количество концертов выступала в телешоу стала очень популярной в этом самом алсте и в бельгии и во франции переехала в антверпин стали играть 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 выпустили сингл под названием мастерпис шедевр который всем понравился и записали альбом в семьдесят первом году значит состав у вильям суфро вокал гитара жан д жан ван дер шуэрин гитара классический гитарист который потом ушел из группы стал заниматься классической гитарой вилле да биша бас пол ламберт клавиши их юга верхой ударные инструменты после записи этого альбома невероятное количество концертов такое количество концертов что барабанщик не выдержала ушел из группы на смену пришел другой барабанщик потом семьдесят третьем по моему году ушел гитарист про которого я уже говорил стал заниматься дальше классической гитары а потом группа постигла несчастье они попали в катастрофу автомобильную еду чем на автобусе и погиб клавишник пол ламберт после чего группа прекратила свое существование и как я уже говорил в двухтысячных годах у вильям суфро и я реанимировал но слушаем музыку кентекет первый номер смесь тяжелого рока с соул то есть уже понятно что до тяжелый рок гитарный и в вокале соул неистовый просто неистовый драйв свинг и сразу покупаешься на эту штуку сразу это самым первым номером идет полный задор и ярость до beginning of the end вторая песня медленная и такая гимна образная с самыми мощными вокальными всплесками суфро самый такой вот роджера чапановский у него здесь хрип рев драйв и в конце невероятное двухголосие какое-то такое пронзительное ядерное я такого мало где слышу вообще почему она неожиданно так второй голос возникает высокий и как иголками протыкает но это медленное героическое хард-роковое полотно с бешеной вокальной линией следующая песня when winter comes тоже медленная но уже не героическая а печальная печальная баллада ставьте ее на танцах в школе в институте и это лучше чем пик флойд будет то есть это но это такой вот настоящий без дураков мужской хард-рок дошел часть первая завершает первую сторону опять здравствуй что-то от соул что-то от буги быстрая яростная но быстрая какая средне темповая такая потому что мужики такие которые играют настоящий тяжелый рок они в яростные скорости не впадают они играют в среднем темпе но быстро тяжело жестко и сочно соло на клавишах на хаммонде соло на гитаре бешеный вокал и переходим на вторую сторону до шоу часть 2 другая гармония другая структура на продолжение этой самой песни и кажется что уже яростнее и громче сыграть нельзя но можно потому что хирме вторая песня на второй стороне она еще безумнее чем за шоу и безумнее чем вот эта самая первая песня can take it она просто на разрыв уже кажется что колонки сейчас развалятся и глаза скочит с пластинки и дальше уже ничего не будет но нет все таки мы выдерживаем эту штуку очень хорошую и переходим к этой самой этой like today про которую я самого начала рассказал это ихний извините за грубое слово child in time бельгийский их не бельгийский child in time на мой взгляд не хуже я хочу сказать чем child in time child in time я не особенно люблю хотя про пластинку in rock конечно ролик я сделаю ну то ли она мне хотя она мне самого начала не нравилось на самом деле эта песня вот это мне интереснее это так я выделю для себя я выделю две песни здесь и day like today и the beginning of the end советую сразу на них обратить внимание ну все остальное тоже достойно просто ищите ариш кофе хотя чего его искать в интернете все есть берете и слушать это такой абсолютный hard rock 71 года абсолютные лучше трудно что-нибудь найти популярнее до раскручение да но по сути по тому как это сыграно как это придумано как это все просто восприятие это просто здорово вот такие вот артисты вот так они тогда выглядели такие видно тут наверное ну такие ребята выглядели достаточно просто но играли достаточно сложно поэтому очень советую ариш кофе бельгия 71 год если появятся пластинки новые нового состава ариш кофе я обязательно их покажу а пока пошел пить пока